Смена министра обороны, вместо у нас теперь, вместо Шойгу будет Белоусов, и, естественно, почти сразу появились там методички, как надо его представлять, и многие из этих каналов, особенно напрямую связанные с различными структурами Министерства обороны и администрации президента, они начали писать, какой гениальный Белоусов, как он сейчас всё порешает, он классный и крутой, мальчик молодой, и, в общем, все там рукоплескают, рукоплещут активно Белоусову, однако до момента, когда появились методички на каналах, которые не очень, ну, как бы не то чтобы независимые из этого канала, но которые имеют большую автономность, начали справедливо задаваться различными вопросами по поводу Белоусова, потому что, на мой взгляд, люди, которые говорят, что назначение Белоусова – это какой-то гениальный мув, и вообще сейчас всё будет хорошо, ну, либо не разбираются, либо… ладно, другое не буду говорить, короче, либо им платят за это деньги, либо они не очень понимают вообще, о чём речь, и не очень понимают, как армия устроена. Вот что пишет Файтер Бомбер, наш с вами любимый. «Верховный предложил назначить Белоусова на должность министра обороны Российской Федерации. У меня только один вопрос – а кто это?» задаёт с вопросом Файтер Бомбер. Дальше Файтер Бомбер пишет, которого его, видимо, значит, как-то просветили, и вот что он пишет в следующем посте. «Куплю фотографию Белоусова А.Р. Дорого. Желательно сразу в формате для… в рамочку на стену, а то завтра начнутся страдания в войсках, а мы тут бац и выложим файл». Короче, судя по экспертным оценкам в комментариях, это талантливейший управленец, профессионал, классный, очень умный и хороший во всех отношениях, гражданский человек, открытый ко всему новому. Напомню, что точно под таким же описанием Сердюков и Кожугетович становились министрами обороны, вспоминает Файтер Бомбер. «Надеюсь, здесь будет хэштег «это другое». Поживём, увидим», заключает он. «Синяя зет-борода» ещё более радикален. «А может, сразу на Биулину», пишет он. «А может, сразу Чубайса одного поля сапоги?» «Операция «Славянка» Сердюков-2». Почему мечта, чтобы министром обороны был военный, настолько несбыточная? Кто-то может мне объяснить? И вообще, чтобы люди были на своём месте. В этом же есть известная гармония». Задаётся он вопросами, на которые ответа не будет. Роман Алёхин пишет. «Путин предложил назначить Белоусова министром обороны Российской Федерации», сообщил Совет Федерации. «Хотели смену министров? Ну вот же». «Как человек, близкий к военному фронту, а также как патриот, я в шоке. Как соцтехнологу, изучающему власть и управление, мне становится всё интересней. Пока все военные мне написали одно слово в ответ на эту новость, не, не буду писать. Друзья, но с другой стороны, давайте порассуждаем, а может ли стать хуже с Белоусова? Мне нравится, когда назначение человека комментируется не из разряда, типа, что будет лучше, а из разряда, ну, вряд ли же будет хуже. Такой высокий уровень ожидания от Белоусова». Но Пасаран пишет. «Он же был министром экономического развития, но теперь у нас с обороной будет всё хорошо, точно как было хорошо с экономическим развитием». Реализирует вот. Мне вообще, да, довольно странно, ну, я говорил про это в ролике про Белоусова, типа, мне не странно, когда люди, которым платят за это деньги, рассказывают, какой х** Белоусов экономист, но мне странно, когда об этом пишут, профильное, значит, независимое издание, я бы даже сказал, оппонирующее Кремлю, и зачем они повторяют эту ерунду? Потому что, ну, Белоусов отвечал за несколько направлений, и, ну, некоторые считают, что это человек, который помог там обойти санкции и всё такое, но, на мой взгляд, его роль сильно в этом преувеличена, а вот как раз те профильные вещи, за которые он отвечал, они где были, там были. Но, поскольку новый министр всё-таки, и поскольку смена, и поскольку команда Шойгу потихонечку отправляется на нары, некоторые Z-каналы подумали, что это хороший способ для того, чтобы рассказать о каких-то проблемах, которые существуют в российской армии, что есть вот это окно, когда можно рассказать, и ничего тебе за это не будет, больше не позвонит пресс-служба Министерства обороны, или через кого они держат связь с Z-каналами, и не станет рассказывать, что тебя ждут все кары человеческие, потому что, ну, сейчас там хаос и раздрай, и никто не возьмётся. Русский Тарантас репостит, это, по-моему, Стешин, значит, репостит отчёт одного из людей, которые собирают российским солдатам всякие вещи, и вот этот лопаты, сапёрные лопаты, значит, покупал для российских солдат, и там в посте удивлялся, типа, какого чёрта до сих пор мы покупаем лопаты, и что на фронте нет вообще, он не встречал солдат, у которых лопаты были бы от Министерства обороны, сапёрные лопатки. И, значит, довольно забавно, что Стешин, русский Тарантас, начинает рассказывать о том, как вообще всё обстоит в армии с поставками и с этим делом. Никто не занимается дискредитацией армии больше, чем волонтёры-гуманитарщики, пост чистый разжиганин, как раз вот этот пост с лопатками. Ещё печек нет, я знаю. Серёга как-то просил меня помочь со сборами по печкам. Почему печек нет? Теоретически, они есть. Каждая печка привязана к десятиместной палатке. Никто в лесополку в здравом уме палатку ставить не будет. Значит, палатку надо отвязать от печки и где-то складировать. Потом списать вместе, если получится. А если печку уничтожит враг, как ты спишешь и печку, и палатку? То есть автоматически проёб сразу двух объектов. Тут из зала подсказывают, а тяжелее всего списываются дрова. Как объяснил мне один командир, и не один, я перепроверял, ибо не смог поверить сразу в такое безумие. Надо в отчёте указать человека часы обогрева, рассчитать их теплоёмкость, тип дров, сорт, средняя влажность, норма или перерасход. Война идёт третий год, и каждая какая-то жирная, сидящая в тепле, даже не подумала сделать какие-то изменения в бумагах. Волонтёры привезут, если что. А будут дискредитировать? Посадим. Кстати, а вы знаете, почему на ТВ исчезли сюжеты про военных медиков-эвакуаторов? Не поверите, потом расскажу. Анонсирует Стеша. Тоже довольно уморительная история, потому что постоянно же все эти Z-каналы рассказывают, как всё хорошо, как всё замечательно, как всё классно, как всё под контролем, как всего достаточно. И официальные лица занимаются тем же наповерку. Оказывается, что в редкие проблески моментов, когда можно немножечко понегативить, у них есть много чего рассказать. Ну а те, кто думают, что при Белоусове станет лучше, слушайте, Белоусов пришёл оптимизировать. Наоборот, бумажек станет больше, бюрократии станет больше, за всё придётся отчитываться. И вот эти дрова, мне кажется, покажутся наименьшей из проблем. Захар Прилепин поднимает вопрос мобилизованных. «Личная просьба министру», называется его письмо, «при первой же возможности попросил бы Андрея Ремовича ротировать те 300 тысяч мобилизованных, что почти безвылазно находится на фронте почти два года». Интересно, что Захар Прилепин до сих пор думает, что их 300 тысяч. Захар, нет. Их, как и твоих ног, гораздо меньше. «Это не просто перебор, это унижение самых ответственных и честных детей России, взваливших на себя непомерную ношу. У нас есть кем заменить этих людей, мы обязаны их заменить. Война надолго». «Необязательное примечание», – пишет Прилепин. «Желательно их, конечно, заменить, в числе прочего, на фабрики ботов, которые подлыми толпами являлись в любой блок, где обсуждалась эта тема, и в сотни поганых артов унижали жены матери мобилизованных, произнося свои б***ли тексты про «они с опытом, их нельзя заменить, хватит истерить, я тоже участник войны, этот блок взломали, никогда не поверю, что русский человек способен писать такой» и так далее и тому подобное. «Андрей Рэмович, помимо явных коррупционных схем, в которых вы непременно разберетесь, есть еще и проблемы государственной морали. Не менять воюющих людей годами – тоже преступление, а содержание армии ботов, оправдывающих и поддерживающих такое положение вещей, наверняка на сомнительного происхождения бюджета, антихристианская подлость». «Спасибо, Господи, за победу», – пишет Захар Прилепин. «Как же много сюрпризов его ждет». Живо в Зет тоже обращает внимание на один из вопросов и, блин, насколько же саморазоблачающе, реально, вот появилась возможность окошечка и все то, о чем я вам рассказывал, о чем рассказывали другие аналитики, все Зет-каналы начинают подтверждать. Хотя они прям год говорили, что все это неправда, все это ЦИПСО и так далее. Вот что пишет Живо в Зет. Поскольку новый министр обороны установил тренд на честность, хотел бы поднять вот такой частный вопрос. Не секрет, что наши военнослужащие гибнут не только в зоне СВО, но и рядом с ней. Это могут быть моряки, летчики, офицеры ПВО. Из-за фигуры молчания о своих потерях бывает так, что погибших не только не прославляют за их ратный подвиг, но вообще делают вид, что их не было. Это касается как кадровых военных, так и в редких случаях солдатов-срочников. Потом у родственников могут возникнуть проблемы с компенсацией или признанием погибшего сына отца брата ветераном СВО. Были и совсем неприятные случаи, когда в результате поражения тыловой базы СБК гибло охранение, причем из-за детонации тела наших бойцов просто испарились. А их записывали в СОЧ, это самовольное оставление части, и навечно в безвести пропавшие. Считаю это очень подлым поступком. Фигура молчания армии понятна, мы не признаем поражение военных объектов, чтобы не давать пищи для вражеской пропаганды и анализа, хотя и это сомнительно, они все равно все посмотрят со спутников. Но секретной секретностью о спавшими военнослужащими всегда надо обходиться по справедливости, хоронить с почетом, награждать, выдавать необходимый статус и компенсации. Ну, то есть, за одно сообщение вы видите, что подтверждается история про то, что срочники гибнут, и про то, что не выплачивают ничего, и про то, что есть потери, о которых не сообщается, и поражение военных объектов, о которых не сообщается. Что называется, ну, я вам говорил, то есть, хотите узнать, что будет в Z-каналах через полгода, слушайте выпуски на этом канале. Блин, я не знаю, наверное, много на себя беру в этом контексте, потому что реально моя оценка Белоусова сильно контрастирует с многими другими оценками якобы профильных коллег, типа из бизнес-изданий, но я думаю, они взвоют, я думаю, они взвоют, просто, просто такой война станет. Не знаю, может быть, выдаю желаемое за действительное, поживем, увидим. У меня было несколько интересных разговоров на эту тему, но пока, скажем так, все в области фантазии. Ну, и напоследок, батальон «Восток», который в целом говорит про одну из главных проблем в российской армии, которая никуда не денется и станет, наоборот, хуже, это неуважение к генералам, неуважение к командующим. Армии нужно прежде всего, пишет он, вернуть доверие к своим высшим военным руководителям. До сих пор происходило так, что каждый военачальник, который пользовался популярностью в армии, вдруг оказывался в опале. Мы не знали и не знаем ни одного офицера нижнего звена или среднего, кто с уважением относился бы к верхушке пирамиды, не говоря уже о рядовом составе. Разве может побеждать армия, которой не хватает уважения к своему командованию? Если и может, то только на высокой самомотивации. Жукова, Конева, Рокоссовского и других признавали бесспорными авторитетами. На Сталина разве что не молились. Это тоже, а не только рост военного производства влиял на успехи в войне. Здесь же из всей плеяды полководцев разве что Теплинский чудом удержался в седле, поэтому армии нужны лидеры и авторитеты. Позиции верховного крепки, но только на его рейтингах не выйдешь. Возможно, гражданскому министру обороны удастся увидеть в толковых генералах не конкурентов, а соратников. Дай бог, пишет батальон «Восток». Я как раз с удовольствием посмотрю, как настоящий генерал, настоящий военный проникнут с уважением к Белоусову, который не имеет к армии абсолютно никакого отношения. Который повторяет путь предыдущих гражданских министров, поставленных на эту должность, но при этом остается руководителем армии, как и с предыдущими министрами, поставленными на эту должность. И, значит, который еще приходит без своей команды, сажая команду «Шойгу», а значит, объявляя конкурс на то, кто сейчас будет жрать как можно больше ресурсов и друг друга. Поэтому, во, я думаю, атмосфера будет просто благостная, удача, что называется, но очередное признание того, что нормальных командующих в российской армии нет. Где это говорилось? На этом канале это бесконечно говорилось. Субтитры создавал DimaTorzok